Андрей Ильич, здравствуйте. Ну, во-первых, хочу вас поздравить с крупнейшим за 10-летнюю историю МАФ чемпионата мира. Как удалось собрать такое количество стран и такое количество участников в этот сложный период, связанный с пандемией? Добрый день. Спасибо. Ну, наверное, люди просто соскучились, конечно, по соревнованиям. Все устали от этого локдауна. И энтузиазм и ожидания просто превысили, так сказать, все эти факторы. И мы имеем практически, по-моему, больше 60 стран. Изначально даже было около 600 спортсменов, но, конечно, многие по ходу прибытия в пункт назначения не проходят тест и вынуждены оставаться дома. То есть, я думаю, мы можем сказать, что мы чуть-чуть меньше 500 спортсменов будем иметь на этом чемпионате. Конечно, это исторический рубеж. Это самое большое количество спортсменов и стран-участниц, которые за это время удалось собрать. А какие страны, расскажите, впервые приедут на этот чемпионат? Или какие сборные в максимальном составе увидите, которые до этого еще в таком составе не приезжали? А вот вы знаете, пожалуйста, что Россия получится сейчас самая большая, потому что я уже ее видел и около 70 человек приехало, если я не ошибаюсь. А остальные страны могли бы быть и больше, но, как я сказал, у Казахстана половина спортсменов вынуждены были остаться дома. У Финляндии большинство в Америке, из Америки то же самое. То есть, тут очень сложно прогнозировать, потому что до завтрашнего приезда и до завтрашней регистрации может ситуация просто измениться. То есть, правильно я понимаю, что основной соперник сборной России это Казахстан? И то, потому что они не смогли в полном составе приехать, это говорит о том, что наша команда практически имеет все шансы на командное первое место. Согласен с этим, да. Конечно, есть еще серьезные соперники. Не менее серьезные. Есть и Бахрейн, есть и Ирландия, есть и ряд других. Может быть, не в общей своей массе, а в каких-то конкретных весовых категориях, но так просто все равно не будет. Но желаем успеха нашим ребятам. А вот хочу вас спросить про некий инсайт. Может быть, расскройте, какие все-таки знаменитые гости планируют приехать на чемпионат? Может быть, Конор Макгрегор, допустим, захочет приехать поболеть за свою сборную. Может быть, что-то вам известно? Нет, не уверен, или точнее, я не могу об этом говорить, но гости будут. Финальный день. Гости будут, ожидаются у нас в ГОСИ. Но пусть этого останется сюрпризом. Вот принц Бахрейн анонсировали, что он должен был приехать на чемпионат Европы, который проходил у нас в Казани. А на чемпионат мира-то, я думаю, он не пропустит. Приедет поболеть за свою сборную. Будем надеяться, будем надеяться, да. Хорошо, ладно. Тайну секрет не раскрываем. Такой вопрос. Вот, можно сказать, шестилетней победой можно назвать все-таки подписание конвенции в декабре СВАДА. Что это для мирового ММА? Какой это шаг? Вот расскажите вообще об этом. Какая эра сейчас вот уже в связи с этим у нас открылась? Ну, во-первых, да. Для признания любой дисциплины, во-первых, в качестве сначала вида спорта, вида спорта, затем международного вида спорта, а затем уже олимпийского. Это такая как бы последовательность событий. Мы ее и в самбо проходили, когда я в самбо работал директором по развитию. То есть она понятна, эта процедура понятна. То есть мы ее проходим в обязательном порядке. Здесь нельзя никаких углов срезать. К сожалению, надо идти по этой же самой схеме. Первое – это признание антидопингового комитета. Вот мы ее получили. Это был, конечно, самый главный камень преткновения. Какие основные сложности были? Сложности, я бы сказал, больше такого политического плана. Причем политического не в традиционном понимании слова политики, а политики между единоборствами. Вот это другая уже политика. Не политика между странами, а политика внутри семьи видов спорта, которые представляют вот это единоборство. Ведь не секрет, что голосующие люди у нас – это все представители других видов единоборств, голосующие в той организации, где нам или открывают дорогу, или закрывают. Там есть и самбо, там есть и дзюдо, там есть и муай-тай. И, наверное, нас не сильно хотели увидеть за столом, скажем так, за одним столом. Но такова жизнь, это эволюция в любом случае. Это эволюция спорта. Если бы спорт не эволюционировал, мы бы до сих пор стреляли по живым голубям, как в Лондоне в 1900, там каком, на второй олимпиаде. А в итоге мы все-таки уже по живым голубям никто не стреляет. И так и очень много дисциплин с тех пор эволюционировали. И единоборство эволюционировало. То есть этот процесс остановить нельзя. Задержать можно, но остановить нельзя. И в итоге мы все равно пришли к этому моменту, что в течение шести лет шла работа, борьба. Мы доказывали, что мы соответствуем всем критериям Всемирного антидопингового комитета. Мы в добровольном порядке, будучи еще не членами этой организации, взяли на себя финансы, в том числе серьезнейшие обязательства, и проводили тестирование всех своих спортсменов в течение шести лет, не будучи формально обязанным быть это делать, потому что мы были не членами. Но мы в конечном итоге доказали всем, что мы готовы, мы полностью соответствуем всей политике, концепции чистого спорта. И, ну, как бы, такое слово, enough is enough. Ну, все уже с нами. Невозможно уже было игнорировать больше этот факт. Более того, скажу, что Всемирный комитет поменял свой устав, Всемирный антидопинговый комитет поменял свой устав, потому что мы... Однажды ситуация дошла до такой точки два года назад, что мы подали все-таки на их суд, спортивный суд в Лазанне, но судиться, так сказать, в семье, в такой... в семье видов спорта, это не самое хорошее дело. И все-таки мы нашли компромисс. Там были определенные сложности, и ВАДА была несвободна в своих решениях. И именно поэтому они решили изменить свой устав. И вот когда они изменили его, мы уже пошли, как первый вид спорта, по новым требованиям этого нового... новой организации, которая работала под новым уставом. И мы пошли, значит, полностью по их новому шаблону. И первыми, кто выполнил все требования новой схемы аккредитации вида спорта. И доказали, что мы полностью соответствуем вот этим новым требованиям. То есть это очень серьезный исторический такой даже момент. И пример для всех остальных, кто будет после нас. В общем, у меня такой вопрос. А что могли бы посоветовать российским промоушенам, чтобы договориться и ввести все-таки единый допинг? Так, Open FC, AC, Fight Nights, RMK. Эти все промоушены проводят регулярно поединки. И в этих поединках участвует много очень известных бойцов. Но никакой допинговой системы единой нету. То есть насколько важен допинг в профессиональном ММА? Вот как эту, можно сказать, новую моду на то, что все-таки ММА должно быть чистым, привить к российским промоушенам? Ну, как говорится, это случится, по моему мнению, в любом случае неизбежно. Ну, поскольку в профессиональный промоушен люди попадают из любительского спорта. И больше, и больше, а в будущем только из него будут вырастать. Только из любительского спорта они будут попадать в профессиональный. Потому что, ну, откуда взяться спортсменам? Это раньше можно их где-то было. Они могли от кого-то появиться. А сейчас они только вырастут органически и автоматически из любительского спорта. Извините. По правилам ВАДа, в течение, если я вот мне память не изменяю, чуть ли не года, но 6 месяцев точно после перехода человека в профессиональный спорт, он еще остается на листе тестируемых спортсменов, если он до этого был на этом листе. А, как правило, туда идут лучше, а значит, он на этом листе. То есть, он уже ушел в профессионалы, а его 6 месяцев еще будут проверять на все его. То есть, это не какая-то, значит, такая сумасшедшая свобода, которая наступает с переходом, с попаданием в профессионалы. То есть, это первое. Я думаю, это будет очень такой отрезвляющий фактор для многих. Ну, а дальше, опять же, это логика жизни, логика спорта. Ну, любительский и профессиональный спорт, это все равно спорт, один и тот же спорт, и он не может жить по разным законам. Мне кажется, неизбежно, и профессиональный спорт придет, примет за норму вот эти вот правила, что существуют в любительском спорте. Я имею в виду конкретно про антидопинговую политику и про... Вы понимаете, это же частный бизнес. С одной стороны, его сложно направлять по какому-то пути, потому что они не двигаются по своему пути. Их развитие продиктовано своей логикой. Но, с другой стороны, это неизбежно, как я говорю. Ну, нужно признать, что нужна допинг-культура, чтобы все договорились. Ведь эта ситуация полностью копирует другую ситуацию, декларация нокаутов. Мы имеем такую систему, так называемую medical card. Мы предлагаем всем федерациям боевых единоборств во всем мире. Давайте создадим общую базу данных. У нас все для этого есть. Мы готовы ей делиться, потому что возникает эта же система. Ты не можешь жить в семье видов спорта, вот этих единоборств сам по себе. Сегодня твой спортсмен к тебе пришел из другого вида спорта. И 20 дней назад он участвовал в каком-то соревновании, получил нокаут. Ты об этом не знаешь. Ты его принимаешь. Человек страдает вплоть до самого худшего исхода. И кто виноват? Виноват последний человек, который ничего не проверил. Историю этого человека медицинскую. Мы предлагаем так называемую медицинскую карту. Это очень похоже на вот эту вот ситуацию с допингом. Давайте, опять же, для этого надо жить одной семьей. Всем единоборствам надо жить одной семьей. А это очень серьезный момент. Потому что тут и жизнь спортсменов под угрозой, и их незнание, и какое-то, может, непонимание. Отсутствие должного уровня образования их тренеров. Они считают, что, ладно, сегодня я пошел побился по муай-таю. Что-то там у меня не получилось. Завтра я пойду по кикбоксингу. А завтра по боевому самбо. А то, что я до этого получил два нокаута, а тут меня приняли, не проверив ничего. Мы просто... Это дорога в никуда. Это очень опасная тропа. И чем раньше это руководители поймут, что нам надо всем видом единоборств действительно жить одной семьей, а не как, так сказать, разобщенные люди, тем быстрее наступит гармония, порядок. И этот спорт просто будет... Все виды спорта боевые будут развиваться дальше. Скажите, вот Юнион ММА и гимн Чайковского – это практически то, что на этом чемпионате узнают о сборной России зарубежные соперники. А скажите, почему все-таки не удалось договориться, чтобы наша команда выступила со своей символикой? Как этот процесс вообще происходил? Я вот по моему представлению, это просто, значит, автоматически к нам. Мы вынуждены исполнять, жить по законам Всемирного антидопингового комитета и спортивного суда, в котором было принято это решение в отношении нашей российской команды. И раз уж мы с таким трудом, с шестилетним, получили признание Всемирного антидопингового комитета, то сейчас мы просто вынуждены играть по их правилам. А Чайковский, по-моему, играл и в Токио. Не совсем плохой композитор. Ну да, композитор нормальный, наш. А с другой стороны, все здравомыслящие люди в спорте и в нашем спорте, в ММА, они понимают прекрасно ситуацию, что вот эти-то спортсмены сегодняшние в нашем виде спорта, в ММА, они никакого отношения не имеют к этой истории, ко всей, которая всех в итоге сейчас задевает, красит какой-то одной краской черной. Но они все это прекрасно понимают, что мы здесь ни при чем. Ну, такова жизнь с целью Ави, так сказать. Но переживаем и это, чего мы не переживали. Давайте о приятных новостях расскажите. Какие тренерские конгрессы, какая деловая программа пройдет в рамках чемпионата мира? Какие будут приняты решения? Чего ждать нам, кроме спортивной программы? Ну, вот только что закончился семинар Катменов. Значит, было из 9 стран у нас 22 участника. Двухдневный хорошущий семинар. По-моему, все прошли его там на 95%. Сдали финальный экзамен практически и теоретически. То есть люди получили национальные лицензии. Проводил Роберт Плант, этот Катмен из UFC, и Вахак Петросян. Кстати говоря, армянин, живущий в Польше. Это главный Катмен Аиба. Значит, вот эти два специалиста проводили. Практический семинар. Атестовали около 20 человек из разных стран. То есть вот это у нас первое было мероприятие. Закончить чемпионат мира после того, как уже пройдут финальные поединки. Мы еще остаемся на два дня и проводим международный тренерский семинар. Значит, мы проводим его я и Геннадий Павлович Капшай, главный тренер российской сборной, который у нас в том числе является сопредседателем тренерской комиссии Аймав. То есть вот мы с ним в таком тандеме проведем семинар. На семинаре у нас 30 человек из 12 стран. В основном это Ближний Восток. Ирак, Бахрейн, Кувейт, Тунис, Марокко. Вот все вокруг этого региона. И вопрос по поводу новой системы судейства, которую анонсировали на чемпионате Европы. Насколько эта система себя оправдала в Казани и здесь она будет применяться? Вы имеете в виду электронную? Да, электронную. Она оправдала себя. Она оправдала. Это в любом случае какой-то шаг уже в сторону. Ну, технология – это вообще признак 21 века. Нам все равно туда двигаться все в ту сторону. Просто нужно дорабатывать, может, какие-то тонкие дела. Но, мне кажется, она работает. По крайней мере, так, как мы слышим от судей, которые ее обкатали уже. И с минимальным количеством каких-то там поправок она будет продолжать дальше жить. Спасибо огромное за уделенное время. Еще раз поздравляем с десятилетиями МАФ. И, кстати, с этим десятилетиями поздравляем с Союзом МАИ России. Мы тоже в этом году 10 лет. Поэтому всех нас ждет замечательный праздник. Болельщикам пожелаем поддерживать своих кумиров и хороших, красивых боев, честных побед. Спасибо. Именно так. Спасибо.